Итак, отчеты в Аргиз. Сразу скажу, что под отчетом я подразумеваю документ, в котором есть какие-то итоги, результаты работы, может быть, графики и таблицы. И что немаловажно, этот документ можно распечатать и кому-то показать, например, вашему начальнику. Мы начнем с настольного приложения Аргиз Про. И вот у меня есть карта. Точки — это скважины, а полигоны — это лицензионные участки. Мне хотелось бы сделать симпатичный отчет с графиками и таблицами. Для начала я покажу, как можно оформить вообще саму карту, чтобы она выглядела более информативно. В настройках символа я выбираю градуированные цвета и создаю поле, по которому эти цвета будут распределяться. Например, 9 нефти. И теперь у нас чем темнее ближе к красному, тем выше 9 нефти. Но этого недостаточно. С помощью размера я могу еще добавить второй атрибут для отображения. Пусть это будет объем за месяц. И раз у нас получаются такие огромные шары, но мы просто ограничим размер 20 точками. И вот уже карта выглядит намного симпатичнее и информативнее. То есть чем больше кружочки, тем больше объем за месяц. И еще можно добавить третий атрибут, например, обводненность, процент обводненности. И теперь у нас… Здесь я поменяю местами. И теперь у нас чем выше прозрачность, тем выше процент обводненности. Чем меньше прозрачность, тем воды меньше. Вот такая готовая карта. Я бы хотела добавить какие-то графики. Вот здесь у меня есть вкладка «Построить диаграмму». И вы видите, что 8 разных типов диаграмм можно построить. И это новинка версии PRO 2.3, потому что раньше было доступно только первые две диаграммы. Выберем какую-нибудь сложную матрицу точечной диаграммы. Выберем параметры. И строятся такие диаграммки, которые показывают зависимость, корреляцию между двумя показателями. Можно показать их как коэффициент R2. То есть чем ближе к единице, тем больше корреляция. Чем ближе к нулю, тем меньше. И еще одну диаграмму я хотела бы показать. Хронометраж данных. То есть это диаграмма, которая строится по временным данным. Например, у меня есть начало работы скважины. И кольца – это будут у меня годы, а сектора – месяцы. И я выберу среднее, тоже по объему за месяц. Получается такая интересная диаграмма. И можно сделать ее в модном темном цвете. То, что сейчас везде встречается. Хорошо. Теперь начнем собирать отчет. Отчет. Есть много разных вариантов по сбору отчета. Мне нравится компоновка. Я сделаю компоновку формата А3. И для начала мне нужно добавить саму карту. Я могу нарисовать. Такая у нас милая карта. Но могут не оценить. Поэтому мы добавим просто прямоугольничек. Хорошо. Карта добавлена. И теперь добавим диаграмму. То есть вот мой склой скважины. Выбираю нужную диаграмму, которая заранее была построена. И ее добавляем. Требуется какое-то время, чтобы она подгрузилась. И временную диаграмму тоже добавим. И, наконец, добавим табличные данные. Где у нас компоновка? Не хочет. Ладно. Попозже добавим таблицу. Смотрите, сейчас я пока добавила только одну карту, но у нас несколько лицензионных участков. Было бы интересно по каждому участку построить аналогичный отчет. И мы заходим в компоновку и выбираем серию карт. Распределение по лицензионным участкам. И, как вы видите, у нас появляется серия карт. Если мы будем переключаться, что важно, все эти элементы динамические. То есть для каждого участка будет перестраиваться своя диаграмма, своя карта. И это здорово. То есть вы собираете один шаблон отчета, а у вас получается в итоге, например, 11. И после того… А, вот, фрейм таблицы. Добавим еще таблицу стрибутивной информации. Сейчас я покажу покрупнее. Вот у меня есть участок, где много данных. И подгружается такая таблица. Ее можно, конечно, настраивать. То есть убрать какие-то лишние поля. Настроить оформление. Все доступно. Название. Можно, да, конечно, можно. И еще один элемент динамический называется динамический текст. Раньше у нас была динамическая легенда, а также такие стандартные компоненты карты, как масштаб, имя карты. Ну вот я бы хотела добавить имя страницы, и чтобы она тоже динамически менялась при переходе с одной страницы на другую. В настройках я просто сделаю покрупнее. Покрупнее. И увидите, что если я буду переключаться между листами отчета, название тоже будет меняться. И еще один вид динамического текста, которого раньше не было, и он появился только в этой версии, значение таблицы. Что это значит? Что мы можем выбирать те значения, которые есть в таблице, и тоже с помощью языка аркад мы можем какие-то несложные формулы писать, например, складывать какие-то значения или считать среднее. И оно тоже будет меняться динамически при переключении с одного листа на другой. Здесь я просто выбрала название горизонтов, которые встречаются на данном лицензионном участке. Здесь, например, их побольше. То есть вот такие динамические элементы вы можете добавлять в свой отчет. И в конце вы всегда можете экспортировать эту компоновку в PDF-формат. Можете задать, чтобы все страницы экспортировались. И сейчас я покажу, как выглядит в готовом виде. То есть вот мы открываем PDF-файл, и у нас для каждого участка в нужном нам виде настроенный отчет. Это делается достаточно просто. И вы можете это использовать. И сейчас я покажу вторую часть. В данном случае мы настраивали все в настольном приложении, в ArcPro, и это требует некоторых навыков, работая в GIS-программе. Например, у нас есть не GIS-специалисты, которым тоже хотелось бы делать отчеты и делать это с помощью одной кнопки. Для них вы, как GIS-специалист, можете подготовить веб-приложение, в котором настроить нужные кнопки, и люди будут сами формировать для себя отчеты по нужным параметрам. Это делается… Вот у меня есть веб-карты. Это те же самые участки, просто немножко в другом оформлении. И обратите внимание, что здесь мы настроили всплывающие окна таким интересным образом. А вот так они выглядят в оригинале. То есть в оригинале просто перечисляются все поля таблицы, которые есть. Можно настроить их поинтереснее. Это делается в настройках всплывающего окна. Если вы пользуетесь, есть такая функция, здесь настраиваемое отображение атрибутов. И это HTML-код. Он не очень сложный, им можно пользоваться. И с помощью языка Arcade мы задали обводненность не цифрами, а, например, высокая обводненность, где-то средняя, где-то низкая. Везде высокая попадает. А вот малая обводненность. Это было настроено с помощью языка Arcade. То есть просто покажу, где это делается. Мы написали формулу, что если процент воды, например, меньше 40, то прописывается малая. От 40 до 75 средняя. И выше высокая. И еще один элемент. Можно добавить диаграмму. Мы выбрали, по каким параметрам будет рассчитываться диаграмма. Это дебет газа, дебет нефти и дебет воды. И вот так она выглядит. Но это у нас веб-карта. Это еще не веб-приложение. Мы хотим сделать доступное веб-приложение. И будем делать его с помощью веб-ап-билдера. Начинаем работу. И здесь готовые шаблоны оформления. Я бы хотела обратить ваше внимание на вот этот шаблон, который называется тема информационной панели. Он интересен тем, что внешне похож на приложение Operations Dashboard, но при этом это не Operations Dashboard, это веб-ап-билдер. Как-то тут все свернулось. Я покажу вам сейчас готовый результат. То есть вот это уже полностью настроено веб-приложение. И здесь есть такие интерактивные графики. И когда я меняю фрейм-карты, то графики считаются по всем точкам, которые попадают в этот фрейм. Выглядит это довольно интересно. Также здесь настроены фильтры. Как раз это вариант, чтобы человек с помощью одной кнопки мог видеть нужные ему результаты. То есть можно отобразить, например, только нефтяные скважины или только газодобывающие. Можно выбрать те слои, по которым будет рассчитываться отчет. И вот с помощью кнопочки отчет. Сейчас я выберу. Например, я хочу не по всем участкам посмотреть, а только по отобранным. Я нажимаю сформировать отчет. Могу загрузить его в виде CSV, Excel или геобазы данных, либо вывести на печать. И примерно таким образом он будет выглядеть. То есть мы сами настраиваем, какие поля таблицы должны попасть в этот отчет. И, соответственно, это может сделать человек, который не работает в GIS-системах. То есть мы для этого человека настроили такое интерактивное веб-приложение. И еще одну кнопку хочу показать. Геообработка. С помощью нее тоже можно сформировать отчет. Отчет, в чем разница геообработки и фильтрами. С помощью фильтров мы можем в отчете отобразить только те параметры, которые есть в таблице, они в неизменном виде. А с помощью геообработки мы можем посчитать, например, среднее, минимум, максимум. То есть делать какие-то математические операции. И вот так выглядит отчет, созданный с помощью геообработки. То есть можно средний за месяц посчитать, объем, минимальные значения, ну и более сложные показатели. И еще я хотела бы показать. Я много говорю про выражение аркад. Рекомендую вам. Есть такая группа в Argus Online. Называется Arcade Expressions and You. Вы можете в нее вступить. И там люди разрабатывают очень интересные, красивые карты, нестандартные, с помощью языка аркад. Вы можете просто подсмотреть у них формулы, как это выглядит оформление, и использовать в своей работе. И по отчетам, опять же, я показала малую часть. У нас буквально позавчера был вебинар, и он уже выложен на нашем канале в YouTube. Поэтому тоже посмотрите там еще больше по созданию отчетов в Argus. И всем хороших отчетов. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ